Привет всем, у кого появилась свободная минутка и кто смотрит сейчас это видео Продолжая тему своих творческих материалов, сегодня я покажу вам свои акварельные краски В прошлом видео я рассказывала о карандашах, кто не смотрел и кому интересно, можете посмотреть На данный момент у меня 4 палитры акварельных красок, 2 от фирмы Луч Одна самая большая от фирмы Калорина И одна от фирмы Эрих Краус Ну давайте я вам расскажу обо всем по порядку Первая у меня появилась палитра медовой акварели от фирмы Луч На 24 оттенка В одной из раскрасочных групп ВКонтакте проходил конкурс, где нужно было раскрасить вот такой пейзаж И не знаю почему, но я его видела только в акварели Акварельных красок у меня тогда не было Я поехала в магазин и купила свою первую акварель Пейзаж этот был самой-самой первой моей работой, которую я красила красками И конечно же было немножко боязно испортить работу Но на мое удивление, мне кажется, получилось неплохо, как для первого раза И раскрашивать акварелью мне очень-очень понравилось Сейчас вы видите выкраску акварельных красок фирмы Луч Акварель замечательная, но хочу предупредить, что если вы захотите накладывать слой за слоем Чтобы добиться максимальной яркости и плотности цвета То медовая акварель имеет свойство оставлять такой лоснящийся и липкий след Пока ваша работа очень хорошо не высохнет Поэтому имейте это в виду Влюбившись в акварельные краски, позже я заказала себе сразу еще 3 палитры Уже из интернет-магазинов Потому что в моем маленьком городке такого разнообразия акварели не было А очень хотелось Это вот такая большая палитра на 36 цветов От фирмы Калорина Она не медовая, сухая И на данный момент она мне нравится больше всех Потому что даже на очень тонкой бумаге Эта акварель практически не протекает на обратную сторону Вот вы можете сравнить, как сильно видно неоновую акварель Сейчас я о ней расскажу Или давайте даже вернемся Вернемся к фирме луч Вот как видно следы от нее на обратной стороне листа И возьмем фирму Калорина Она практически не видна Возможно это не самый большой ее плюс, конечно Но мне очень нравится и ее цвета И то, как она ровно ложится на любую бумагу И сейчас я вам покажу рисунки, которые я не делала Ой, только единственный ее минус Очень часто отпадает вот эта вот крышечка Не всегда, но часто Так И рисуночки, рисуночки Ага Вот, вот этот вот рисунок Молчат этих я красила Акварелью Калорина Еще одна палитра от фирмы луч В ней 12 цветов перламутровой акварели Люблю ее и обожаю Если вы будете красить какой-то элемент только ею То у вас получится полупрозрачный эффект нежного блеска Ну и ее можно также использовать поверх основной вашей акварели Тогда цвет будет и ярким, и блестящим Сейчас покажу примеры, как это делала я В той же мании ботаника Я раскрашивала петушка И петушку я придавала перелив перышкам Надеюсь, на камеру хоть что-то видно Еще перламутровой акварелью я красила Покрывала, вернее, космическое небо В раскраске Лизи Мэри Каллин Магия городов Мне кажется, мой космос стал более загадочным Что ли Вот так вот он выглядит И еще Я придавала нежное мерцание снегу Ну, тут, наверное Ну, вот немножко видно Уловила камера Такое нежное мерцание И, кстати, здесь Перламутровую краску я наносила на акварельные карандаши И последняя моя палитра Это неоновая акварель от фирмы Эрих Краус На 18 цветов И, честно признаться Она мне нравится меньше всех Не хочу, конечно, наговаривать Или критиковать Но это мое мнение Она очень-очень липкая Белый цвет Вот ее палитра Белый цвет Мне кажется, вообще каким-то Грязно-белым Да и остальные цвета Как-то неравномерно И неплотно ложатся Хочу сейчас сделать Небольшую сравнительную выкраску Давайте возьмем Ну, к примеру Фиолетовый цвет Давайте возьмем Из каждой палитры И нанесем его на бумагу Возьму большую кисточку Чтоб больше набиралось краски И было лучше видно Это мы сейчас тестируем С вами Медовую акварель От фирмы луч Вот я набираю Очень много краски Мало воды Краска очень хорошо И плотненько ложится На бумагу Нет никаких проплешин Но цвет Не очень ярким Получается Чтобы добиться Более Лучшей яркости Нужно Накладывать слой за слоем Теперь калорийно Опять же Хорошенько набираем На кисть краску Можно заметить Насколько ярче Уже калорийно Берем перламутровую акварель Ну конечно Она будет намного Светлее Потому что она такая Я говорила Уже полупрозрачная И придает И придает Только нежное мерцание Но все же Может кому-то Будет интересно Насколько она Отличается От обычной акварели Все равно Она тоже Плотно ложится Хорошо Мне очень нравится Эта акварелька И последняя Моя беда Это Эрих Краус Берем Фиолетовый Оттенок Она очень липкая Липнет Просто даже до кисти Вот видите Ну и цвет Мне кажется У нее не такой Прям Равномерный Как у остальных Вы посмотрите Что делается Краска Просто Вернее Кисть Просто Как В болоте Ну вот Мы сделали С вами Сравнительную Выкрасочку Может быть Кому-то Это будет Интересно Или полезно Ну на мое мнение Калорина Показала себя Лучше всех Если Если еще кому-то Будет интересно Сейчас Протестирую Как Ведут себя Неоновые Краски Именно Неоновые Цвета Вот На кисть На кисть Давайте И вот уже 25-й слой такой вот ярко-оранжевой краски. Сейчас давайте возьмем ярко-розовый цвет. Мало ли кто-то захочет купить. И будет надеяться, что цвета будут просто вырви глаз. Грузнит кисть просто в краске. Хочется набрать побольше акварели, чтобы цвет был плотнее, а оно не получается. Ну, в общем, вы видите. Давайте последний зелененький потестим. Зеленый вообще бледный. Конечно, если дожидаться полного высыхания краски и затем снова и снова накладывать слой за слоем, то, конечно, мы добьемся более-менее яркости. Но не всегда на это есть время или желание. В общем, ребята, как-то так. Ну, и на этом все. Спасибо за просмотр. Я очень надеюсь, что свою свободную минутку вы провели с интересом и пользой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я буду рада новым друзьям. Всем добра и вдохновения. До встречи в следующих видео.